Почему умирает автор? Хороший вопрос, почему же в постмодернистской философии должно быть столько смертей? Насколько подобная тонатофилия случайна или необходима? Зачем она и откуда берется? В ней заканчивается, то есть в сильном смысле опять-таки умирает, история, в ней умирает идеология, приходят к концу всевозможные мета-рассказы. Мало того, умереть, с точки зрения постмодернистов, должен и человек. Не какой-то конкретный, конечно, но человек с большой буквы. И, что совсем экстравагантно, умирает сама философия. А начинается этот масштабный смертельный парад, как ни странно, с того, что умирает автор. Кто же такой этот автор, что его вроде бы частная смерть открывает дорогу куда более серьезным кончинам, чего стоят, к примеру, история и человек? Чем этот автор так интересен, и чем он так не угодил кровожадным постмодернистам? У последних, кстати, есть имена. Первым о смерти автора заговорил Ролан Барт. Это был достопамятный 1968 год. А годом позже тему подхватил другой знаменитый философ, Мишель Фуко. Я говорю о работах смерти автора и что такое автор соответственно. Вслед за указанными философами и мы начинаем с литературы. Автор – это, как принято полагать, тот субъект, что создает литературное произведение. Выводит в существование то, чего ранее не было. Не было, как минимум, в порядке дискурса. Автор – это производитель, властный, влиятельный демиург собственных художественных миров. Автор – творец, созидающий новое слово. И даже если слово его окажется не очень-то новым, возникнуть без автора оно вроде бы не сможет. Произведения не пишут себя сами, слова сами собой не записываются и не произносятся. Им нужна точка опоры – гарантия уполномоченного субъекта. Сказав, что слова могут быть новыми, а могут новыми и не быть, мы затронули всегда чувствительный вопрос об оригинальности, о творческом приоритете. Автор ведь тоже бывает разный – подлинный и неподлинный, настоящий и притворяющийся. Первый действительно создает произведение. Второй, под видом созидаемого им произведения, заимствует что-то у разных других производителей. Брать чужое нехорошо, все это знают, все с этим согласны. Настоящим и подлинным автором мы готовы считать только такого субъекта, который все делает сам и в приоритете которого нам не приходится сомневаться. В этом смысле настоящий автор всегда в некоторой степени гений. Термин «гений» возник в романтической эстетике. Он обозначал такого художника, который не просто спекулировал на готовых эстетических образцах, но который творил новые образцы, полагал новые нормы, давал эстетическому новый закон, как писал в своей третьей критике Эммануил Кант. Гениев, конечно, немного. Они большая редкость, но в сильном смысле только гений и может считаться настоящим художником, то есть творцом. Гений творит подобно Богу, он создает что-то действительно новое. Художник, который пользуется революционными наработками гения, художником оказывается не полностью, не совсем. Он лишь заимствует, а творят за него другие, вот эти самые гении. Любопытно, что именно романтическое понятие гениального творца помогает нам осознать ряд основных проблем, которые связаны с широким понятием автора. Автор, он же актор, есть тот, кто активен, кто совершает акт, кто что-то делает. Он в полной мере хозяин своего действия. До него действия не было, без него действия и не может быть. Порождая новые действия, автор становится романтическим гением, способным навязать миру закон своей оригинальной активности. Понятия гения и автора вступают друг с другом в сложные отношения, то расходясь в ценностном отношении, в самом деле не всякое же действующее лицо мы будем почитать за гения, то сливаясь почти что до неразличимости. Ведь правда, всякий действующий в строгом смысле творит в мире оригинальные и никогда не бывавшие состояния. Это ли не гениальность? Вот с этим изрядно романтизированным понятием действующего лица нам и приходится иметь дело, да так, что в деле этом от ничтожества до величия всего-то один маленький шажок. Когда мы осознаем риск почитать всякое действующее лицо за гениальную субъективность и таким образом отдать мир на откуп необъяснимым, непознаваемым и напоминающим чудо авторским жестом, приходит время критических развлечений. Населять мир толпой гениев означает отказываться от рационального его объяснения. В самом деле, если гений творит новый закон, значит само его действие, под закономерности, которыми только и занимается наука, не подпадает. Мир гениальности ежесекундно возникает, как будто из ничего. Как иметь дело с подобным миром? Как согласиться с его романтической непостижимостью? И надо ли нам соглашаться, если мы знаем, что всякие деятели действуют все-таки по некоторым правилам и с определенными ориентирами? Они не творят в безвоздушном пространстве божественного демиурга. Они обретаются в мире и существуют по его эманентным законам. Когда скульптор творит фигуру из камня, каким бы он ни был гениальным, ему приходится иметь дело именно с камнем, со всеми его структурными особенностями. С камнем нельзя работать, как с пластилином. Его собственный закон нельзя отменить. С ним надо считаться. Значит, камень все-таки ограничивает гениальность автора, несколько умеряет его, автора, претензии. И так с любым действием. Этот критический жест, жест помещения всякого действия в определенный рациональный контекст, и проделывает просвещение, работая с романтизированными представлениями человека о самом себе. Человеку кажется, что он единственный и абсолютный автор своего мира. Великие люди эпохи Возрождения полагали человека безгранично самовластным. Гуманист Ико Делла Мирандала, этот предтеча романтиков, поучал окружающих в том, что у человека нет меры, кроме разве что той, которую он сам для себя задает. И в этом человек подобен Богу-творцу, являет собой его образ и подобие. Вот эти претензии, эту гордыню и призвано потеснить рациональное, скептическое, в высшей степени наукообразное просвещение. Мера для человека, скажет умудренный просветитель, не в его человеческой воле, но в том мире вокруг, который живет по собственным, строгим и, разумеется, познаваемым законам. Нечего нам рассказывать, что человек может все, что он гений, полубог. Ничего подобного. Человек – природное существо, часть мироздания. Он не может взлететь, потому что такого закон мира. Он не может тотчас же превратиться в птицу, в рыбу или, к примеру, в космический корабль. Он может, конечно, обо всем об этом пофантазировать, но ведь и у человеческой фантазии есть свои рамки, границы, законы. Раскручивая этот ограничительный аргумент до предела, просвещенные критики ожидаемо договариваются до страшного. Уже у философов подозрения – Маркса, Ницша и Фрейда – человек как субъект и как автор лишается вообще каких-либо оснований для оригинального действия от собственного лица. Творец – это больше не гений, романтические коннотации авторства изымаются из нормального, просвещенного мышления и выводятся в область иллюзий. В человеке нет и не может быть ничего гениального, он лишь носитель естественных законов, которые через него проявляются, полностью детерминируя его поведение. Не человек творит свои акты, но через него их творит объективный экономический интерес. Не человек совершает поступки, но в нем и через него совершается слепая биологическая воля к сохранению и усилению организма. Не человек производит действия, но в нем говорит сексуальный или деструктивный инстинкт. Сформулированные философами подозрения критические высказывания, при всей их крайности, суть только продолжения объективистской научной логики просвещения. Все должно быть познаваемо и объяснимо, человек здесь не исключение. Что не поверяется наукой, то иллюзорно. Конечно же, иллюзорны все романтические клише, сдобрившие наш понятийный аппарат изрядной доли некритичного мистицизма. Ни о какой гениальной самовластности действующего лица отныне не может идти речи. Автор или актор, субъект того или иного действия, это живое существо, детерминированное своей природой, а также природой своих обстоятельств. Конечно, человек совершает какие-то действия, он может считать, что поступает свободно и своевольно, однако за ширмой подобного самомнения скрыты вполне объективные истины. Мы и сами не заметили, как от понятия литературного авторства перешли к авторству в широком смысле, к всякому действию вообще. Так и в постмодерне, который идет по стопам философов подозрения и доводит их критику до предела. Понятие автора смыкается с понятием субъекта вообще. Судьба обоих понятий незавидна. Умирает автор, умирает субъект. Постмодернисты слишком хорошо усвоили Маркса, Нитша и Фрейда, чтобы церемониться с застарелыми представлениями, все еще содержащими кое-какой романтический налет. Там, где для иллюзий свободной субъективности осталось еще какое-то место, нужно провести окончательную критическую санацию. Барт и Фуко уверены, автор – это не более чем функция объективных дискурсивных процессов. Приобрести полную версию данной книги вы сможете перейдя по ссылке в описании под видео. Подписывайтесь на канал Расширение Мировоззрения, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки.